друзья всем привет сегодня решил выйти прямой фир через фейсбук в первый раз я ни разу этого еще не делал здесь в теплице тут немножко жарко температура такая тепличная я надеюсь что сегодня еще учатся люди и вы увидите немножечко теплицу надеюсь что эту запись я смогу выложить на youtube я правда еще не знаю как это сделать но разберусь кстати можете мне потом подсказать комментариях как можно запись с фейсбука выложить на youtube так мы находимся в теплице термос это называется теплица термос вот она вот наружу люди подключились вот так она выглядит здесь я врачу языки к стене ананасы бананы лимоны кофе инжир ну и другие растения сейчас я вам покажусь немножечко побольше соберется людей зрителей я смотрю фейсбук не пишет что предлагает сейчас моим друзьям подключиться в эфир я понимаю сейчас такое время что люди как раз на работах собираются ехать домой собираются ехать домой и не все могут сейчас посмотреть эту трансляцию но нет тоже надо будет отсюда уезжать в скором времени поэтому уже кто посмотрит тот посмотрит я мне сегодня заказали как раз растение инжир мурая и папайя поэтому я поеду не пораньше что человеку привести заказ вот поэтому вот в это время ну возможно вы на ютюбе посмотрите сюда так что если не хотел еще показать вам хотел показать как у меня цветет мая сейчас я возьму камеру вот она мурая и вот видите вот она цветет вот цветет мурая а это вот уже плоды ее то есть получается так что она постоянно цветет дает плоды то есть у нее такой вот круглый год происходит ну почти круглый год она вот несколько раз в год может так делать вы можете у себя дома поставить и наслаждаться плодами вот лимон стоит тут даже с плодом вот видите вот ты можешь вот он после тоже ли мой стоит такой небольшой но вот у меня плодик небольшой наверное я его с ним чуть попозже потому что это вот чтобы лимон был на дереве надо пить 5 старых зеленых листков то можно лимон уже выращивать иначе дерево просто погибнет вот это у меня апельсин стоит да юра спасибо тебе за лайк вот лимончик маленький это нет апельсин от лимона юра вот для тебя еще покажу вот смотри ты подключился смотри вот кинкан я показывал уже вот видишь вот он цветет и пахнет потрясающе честно говоря запах и вот плоды кинкан от этого вот они идут а сегодня я еще заметил такую штуку вот у меня этот инжир стоит поскольку самой инжирницы у меня еще нету инжир стоит здесь в отеплите я заметил что он бросил плоды вот они ты инжира к штукам бросил может где-то еще есть я еще не заметил но вот есть но скорее всего что он если не созреет в этом году потому что уже осень и наверное не будет такого количества плодов вот кофе у меня кофе вот зернышки есть я сейчас тут вот здесь вот хорошо видно вот кофе попробую навести так вот так получалось как-то сейчас чуть не получается особо вот зернышки есть и он еще собирается отвести цвести вот такие вот они набухают почечки вот такой вот этому кофе где-то года три вот он такой вымахал вот этот лимон меня уже тоже года ты через даже стоит но я над ним различные эксперименты ставил мучил его поэтому такой большой не вырос сейчас я ему даю здесь расти обрезаю специально такие вот веточки когда здесь выходит я их обрываю вот допустим вот такие вот маленькой веточкой это все не даю ему не даю ему а остальные вот растут в сторону и вот вот этот лимон тоже плодоносил зимой с него лимоны сняли сейчас ему не давал плодоносит цветы и обрывал пускай попозже когда он еще веточки укрепятся вот эти и пускай он плодоносит вот этот вот это бананом не остается вот банк надо в открытом грунте высажены вот вот посажил до банан ну сделал ошибку вот он стоит ведре немножко такой замученный он конечно кто стоял силы хорошие в этом ведре он даже носил и это уже второй банан который в этом виде репродок плодоносит то есть тот был срезан саженец от него отросток вот он вырос я пересадил сюда вот в яму выкопал насыпал сюда перегной насыпал сюда земли с леса включу себя насыпал земли с леса и получилось так что перегной вот эта земля начала перерабатывать и пожег корни банана поэтому вот сюда вытащил пересадил опять ведро землю заменил и эту землю просто на маленькие саженцы пущу да пересажу уже банан без перегнула потому что это земли достаточно этого того гниения которые ты почвы вот еще есть вот у глава называется это дерево вот и настоялись полить его надо сейчас мы польем его с вами на глава такая называется груша еще можно посмотреть интернете погуглить как она выглядит это вот мурая это мурая называется дерево японских императоров а почему потому что давние времена считалось что она приносит там здоровье хотя действительно приносит здоровье и у него есть целебные свойства и у японских императоров ставили в их них апартаментах дворцах вот это вот дерево у него что интересно вот эти листочки она они имеют такие интересные свойства как обезболивающий много при голове боль можно пожевать листочек но он конечно не очень вкусно все-таки лекарство надо понимать снимает боли а когда люди страдают стенокардия вот есть такая когда болезнь когда вдыхают цветы этого дерева то приступы стенокардии уменьшаются до 60 процентов меньше становится но и сами ягоды они омолаживают организм можно принимать по две-три ягоды в день и получать такой вот заряд бодрости но сейчас мы с вами польем голову я возьму как вода стоит она просто греется но потом не надо вот это есть у меня же фейхоа вот такая интересная фейхоа вот она них 5 штук стоит привез когда не такие маленькие были совсем простые красоты такие стоят так мы пойдем гуалу забыли числа пакет вот так вот поварю обильно обязательно чтобы весь ком земли он был полить и снизу там через дренаж сейчас лишнего она уйдет и растение будет хорошо себя чувствовать так вот эти вот растения я уже на ютюбе даже по-моему выкладывал рассказывая у одного человека зимний сад растение очень плохо себя чувствовали и просто сделал взял саженцы и вот смотрите уже корни какие кто знает как это называется напишите мне хотите можете купить продам совсем недорого совсем дорого кофе кофе я тоже когда его забрал ну скажем я его высаживал вот эти вот вот эти деревья не совсем маленькие были вот повырастали ведь и какие вот по сравнению конечно вот этот кофе вот он довольно таки взрослый и вот это ну где-то сейчас они сантиметров по 60 от 70 некоторые стоят чуть поменьше вот это вот лимоны кстати вот с лимонами вот кто ну держите до лимон я вот стараюсь рассказать о том как за ними ухаживать и многие знают что лимон они не любят когда их вот так вот поворачивают переставляют с места на место но можно конечно повернуть чтобы или переставить с места на место чтобы полить вода стекла вы обратно на подоконнике себя поставили но вообще не изменит этот свет и не любят и так произошло что когда я их забрал маленькие саженцы из они в таком вот такой вот такой баночкой стояли только под пленкой высажены были потом видите я тоже саженцы лимон укореняют черенки о них я потом расскажу побольше так вот эти вот лимоны перевели в одно место потом в другое переставляли место на место зимой и они опали и остались такие вот только палочки просто вот сама голая палка я конечно очень испугался за переживал но когда их перевез уже в все поставил и никуда стал переставлять возиться на место они отошли и удали такие вот видите хорошие листья право не щас не цветут хоть вот этот сорт лимон крупноплодный киевский он плодоносит и цветет постоянно даже черенок он там он месяц а он цветет вот этот сорт это лимон f1 он скрещен с апельсинов и у него плоды такие не очень крупные где-то с яблока небольшое и они такого оранжевого цвета вот их можно есть там прям без сахара эти лимоны очень классные вот этого в лист вот у меня рос вверх думаю ну как чтобы он кутиком рос я так не подсказали я обрезал его и хотя мог догадаться сам не знаю обрезал и он начал пускать в сторону вики вот эти вот лавровый лист нам тоже пахнет мы женой так вот обрезали но принесли там запах такой стоял шикарный вот лаврушечка вот видно там еще веточки есть идут сейчас так вот сниму вот видите это кинкан это кинкан или кумкват его называют моего товарища стоял и он очень плохо себя чувствовал просто жутко и надо было его как-то спасать я его привез сюда пересадил его видите за буквально там недели две вот выбросить его новые веточки листочки просто стояли голые такие вот веточки сейчас начал так вот единственно конечно я учета смотрю вот за этим вроде бы поливаю все удобрение есть не знаю вот он как-то так найти открутить листу не надо с ним что-то сделать как-то помочь ему хотя вот это вот допустим хорошо себя чувствует так и я знаю что очень много людей любят просто комнатные растения просто дома у себя квартире выращивать это жарко елки-палки квартире выращивать смотрите видите такой вот красавец стоит что получилось я моей знакомой они стояли дома потом их тоже пересли в частный дом но негде было ставить она меня попросила продай мне вот эти вот цветы конечно же им тут немножко тяжеловато в теплице жарко и и вот эти вот китайской розы или какие называют вот еще вот видите бутончики сейчас свежие пошли я сюда привез и не мучились их поливаю постоянно им жарковато здесь поэтому если вы любите вот такие растения вы можете меня позвонить приехать и просто купить очень недорого скажем так дешевле намного чем магазине вы купили вот это вот название я вот не помню листочек но он уже высох такой белый лист такой ксивы вырастает и долго стоит но здесь ему жарковато этот конечно наверное пропадет следующий будет уже дольше стоять вы можете тоже купить у меня они видите как жарко им все таки не вот он должен такой белый красивый стоять ну тут жарковато так вот с этим вот продолжу историю получилось так что мы его не могли в машину взорвать потому что он был высоты ну где-то метров два два десять что я сделал просто так взял и срезал его и видите вот он пустил новые на месяц прошел они больше пустил новые такие вот красивые ветки а сам срез который вот я срезал целью видео срез я высадил вот в банку с песком и вот он до сих пор у меня стоит здесь вот в песке корни он еще не пустил но принципе тут себя более-менее нормально вот вот эти вот веточки начали разрастаться в стороны то есть если вам надо можете его просто бесплатно ребята забрать вот кто хочет просто отдам не не здесь их ставить это как бы теплица немножко для других растений хотя все вот эти вот растением вы можете выращивать у себя прям на подоконнике все растет растет допустим ананасы я уже и не один выросил на подоконнике сколько мы их уже съели единство теплиц они конечно быстрее это все растут вот это тут видите ананасик завязался я вот был другой теплиц анатолий васильевич и смал вам на youtube продавал все ананасы уже спал плоды такие большие эти чуть чуть попозже заплодоносят и я думаю что зимой будут на нас так ну смотрю люди подсоединяются так редко один два человека подсоединиться и все сегодняшнему эфиру поэтому я наверно буду заканчивать и когда я буду выходить в эфир верно в субботу где будет побольше времени возможности посмотреть сверху конечно он будет на выбор цены кстати стоит видите какая тоже такая красавица вот такая операция тоже можете купить недорого забрать купер цену себя дома вращивать и название вот этого растения вот тоже такой красивый цветок так что можете мне звонить телефоны моей можете писать я вам напишу в комментариях наверное ли у меня на ютюбе то везде есть контакты 3 максин дробит у меня там канал на ютюбе можете смотреть сейчас со мной мои все координаты но естественно конечно вот расскажу про этому шмолу замученная который меня досталось я сюда привез я ее обрезал и вот эти вот листья которые были они опали высохли но сейчас растение начало дерево вот это начал давать новые листья видят зеленые это все свежие новые листья потому что я думаю надойдет и будет себя чувствовать очень хорошо так что друзья если хоть и вот по цене люди если эти задать вопрос задавайте пока я на связи пока я в эфире слабое соединение немножко тут интернет берет побываться но показывает что вроде бы как есть если не слышно и видно поставьте тут не осмотрит там дайте знать что связь хорошая или наоборот плохая так еще уже то есть принципе к зиме ведь отопления нет сейчас но температура здесь все такое время сейчас 35 градусов так какого-то форточки открыты у меня сейчас нам конечно закроют вот и форточки так вот видите так вот форточками открывать открывается вот по отоплению по отоплению еще привезли котел вот стоит котел вот подключить газ к баллоны туда взять автоматику и чтобы она уже отапливал автоматически здесь принципе много не надо тут батареи ставить или тратить газа на отопление прица термос и она держит тепло достаточно хорошо и те потери в нем очень слабые даже зимой сильные морозы если эту тип не отапливать то при минус 20 25 на улице плюс 5 в теплице это ее вообще не топить поэтому такой теплице если оставлять лимоны то они могут вообще без отопления стоять потому что у лимона уже такая нуле только критическая температура и минус 7 при минус 7 при минус 5 он может погибнуть а так принципе он выдерживает вот а при плюс 5 принципе может лимоны тут стоять ну конечно меня здесь бананы я еще папа и не привез хочу папа и вот сюда вот высадить она уже большая дерево папа и большой поэтому я хочу его прийти высадить сейчас перевезу на себя камеру привезти сюда высадить и уже здесь будет стоять папа и но нас и допустим держать температуру около 15 градусов зимой в принципе они вот хорошо стоят бананы при плюс 16 они практически прекращают весь рост свой в этот период зимний и потом по весне начинает опять бурно расти а лимон и цитрусовые ну кроме лимона еще конечно допустим мандарин апельсин кинкан может зимой еще зацвести а вот мандарин апельсин они раз в год лимонные наши сорта вот эти они если квартира обыкновенная скажем тогда не сильно теплый не сильно светлая многие четыре урожая в год если же более тепло то может и больше до семи раз но дело в том что лимон не очень цветет когда жарко сильно вот сейчас летом у меня лимоны цвели скажем так два раза за лето почему тут теплица очень жарко по осень можно сказать сильно цвели мой прям гроздьями допустим он вот здесь тот целый рост таких вот цвета цвета цветов вот она как виноград такая гроздь висит и цветет в этом я тоже обязательно сделал видеоролики буду показывать как это я рад бы вас видеть кто был вот надеюсь что мы с вами в субботу еще в эфир я выйду и мы с вами сможем пообщаться у вас больше времени будет возможность посмотреть этот эфир всем счастливо пока